А у меня уже ЕГЭ. Операция в прямом эфире. Внимание! Первый медиа-перформанс в КФУ. Насколько важна роль мамы в нашей жизни? Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Ильвина Габрахманова. В музее истории Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Клуба интернациональной дружбы. В России стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Желающих сдать экзамен оказалось немало – более 18 тысяч человек. Сдать экзамены раньше основного срока могут как выпускники школ прошлых лет для получения более высокого балла и поступления в лучшие вузы, так и нынешние школьники, имеющие уважительные причины, из-за которых они не смогут сдать единый государственный экзамен в основные сроки. Подать документы в вузы абитуриенты смогут уже 20 июня. Уроки проведения приемной кампании – они едины. Приемные кампании по всей стране распахнут свои двери для абитуриентов, граждан Российской Федерации, поступающих на программу бакалавриата и специалитета. С 20 июня приемная кампания продлится до 25 июля. Можно будет подать заявление, в котором можно будет указать выбранные направления и расставить правильно их приоритетность. Что касается подачи оригинала документа об образовании, есть два срока. Есть так называемая нулевая волна зачисления, льготная – это целевики и льготники. Для них приказ выйдет уже 28 июля. Что касается ребят, которые поступают на общих основаниях, они предоставляют оригинал документа об образовании до 3 августа. И первый приказ о зачислении Казанский федеральный университет выпустит 4 августа. Начался досрочный период с экзаменов по географии и литературе. 23 марта участники сдавали экзамен по русскому языку. В Татарстане его писали 179 человек. Ход экзаменов контролировали федеральные общественные наблюдатели, представители Министерства образования и науки Республики Татарстан и члены Государственной комиссии. В Казанском федеральном университете уже началась приемная кампания для иностранных граждан и граждан Российской Федерации, поступающих на магистратуру. Сейчас ведется приемная кампания для иностранных граждан и для граждан Российской Федерации, которые поступают на места в уровне магистратуры, в том числе и на бюджетные места. То есть абитуриенты, пока еще не имея диплома об образовании на руках, это что касается магистров будущих, могут сейчас уже подать документы, завести свои личные кабинеты и вступить в приемную кампанию уже на этом этапе, предоставляя портфолио для тех направлений, где это требуется. Единый государственный экзамен в 2023 году пройдет в три этапа. Досрочный – с 20 марта по 19 апреля, основной – с 26 мая по 1 июля и дополнительный – с 6 по 19 сентября. Адалина Зинатова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ответ западным санкциям России начинает тестирование отечественной системы ИСИМ. Подробнее в нашем сюжете. 28 марта Министерство цифрового развития связей и массовых коммуникаций вместе с Федеральной службой безопасности сообщили о том, что идет активное обсуждение по поводу внедрения отечественной платформы ИСИМ, которая может стать альтернативой западных виртуальных сим-карт. Пилотную зону планируют развернуть на территории научно-исследовательского института радио. Для ее тестирования смогут подключиться и операторы сотовой связи. От обычных сим-карт ИСИМ отличает то, что она не имеет отдельного физического носителя, а заранее встроена в телефон. Появление такой системы связывают с активным развитием искусственного интеллекта и умных устройств. Как утверждают разработчики, подключение ИСИМ намного проще. Для этого потребуется только QR-код. А для смены оператора не нужно ездить в салон сотовой связи. Все можно сделать онлайн. На самом деле к этому давно шло, потому что тут вопрос импортозамещения в первую очередь. На мой взгляд, здесь даже не в потребительском рынке, не в потребительских условиях, а уже больше задача M2M. То есть это когда сим-карты используются не в обычных смартфонах, а в IOT, то есть Internet of Things. Одна из главных функций ИСИМ – загрузка в смартфон профилей операторов. А для этого используется зарубежное программное обеспечение. По этому поводу свои опасения высказали представители Теледва. В случае, если иностранные разработчики отзовут свои сертификаты, то активация новых карт будет невозможна. Поэтому многие операторы негативно восприняли эту новость. Вот как раз для этого и мы разрабатываем нашу отечественную платформу. В условиях непонятной политической обстановки, мне кажется, лучше подстраховаться, скажем так. Развернуть российскую платформу планируют к 2025 году. Но многие представители этого рынка скептически относятся к предполагаемым срокам. Анастасия Уткина, Универньюз. Эндоваскулярные хирурги университетской клиники Казанского федерального университета провели уникальную операцию в прямом эфире. Все подробности расскажем далее. Операционная подготовлена. Оборудование настроено. Трансляция запущена. В прямом эфире специалисты униклиники демонстрируют коллегам уникальную методику малоинвазивного вмешательства. Диагноз первой пациентки – миома матки. Это доброкачественная опухоль. Диагноз второй – варикозное расширение вен малого таза. Операция требует определенных ресурсов. Университетская клиника оснащена этими ресурсами, так как мы являемся лидерами в России. Но здесь нужен, конечно, географический комплекс, через который мы можем визуализировать эти сосуды с помощью контрастного вещества. И поэтому обычные больницы, которые не могут быть оснащены этими комплексами, для них, конечно, сложности возникают. Но мы можем принимать пациентов из любых регионов России, так как мы являемся все-таки федеральным университетом, и у нас нет ограничений. В ходе первой операции специалисты перекрыли миомед доступ к питанию. В случае с варикозным расширением вен используется схожая методика. Преимущество у такой технологии масса. Во-первых, она не требует открытого хирургического вмешательства. Поэтому пациент восстанавливается гораздо быстрее. Никаких разрезов и рубцов после нее. А поскольку вмешательство малоинвазивное, у пациентки сохраняется репродуктивная функция. Во-вторых, уже после операции он может самостоятельно передвигаться. Мы открыты для образовательного процесса, для обучающего. И поэтому участвуем активно в этом сегодня пятничном, в общем-то, онлайн-ангиопикчер-встрече, которая, в общем-то, позволяет большим врачам и пациентам даже, в общем-то, получить информацию о наших методах лечения. Трансляция велась на площадке профессиональной врачебной группы «Энджиопикчер». Это сообщество объединяет специалистов более 10 стран. Обмен опытом за счет проведения прямых включений из операционных, лекций и конференций позволяет с каждым днем находить все большее решение для улучшения сферы здравоохранения. Ариана Поленова, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ-Ньюс. В галерее современного искусства Республики Татарстан состоялся показ интерактивного медиаперформанса с элементами театральной постановки «Фешн-Музы», авторами которого стали студенты и преподаватели Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете Дианы Калимулиной. 24 марта в галерее современного искусства состоялась премьера экспериментальной постановки «Фешн-Музы». Проект представляет комплекс искусств – театрального кино и медиа-арта. По основу сюжета легло авторское прочтение истории трагической любви и жизни художника-импрессиониста, ученика Репина, одного из основателей Казанского художественного училища, Николая Фешина. Идея создания медиа-театра, где будут реализованы возможности нашего замечательного универ-ТВ, прекрасная работа операторов-монтажеров. Мы уже знакомы и работали в этих проектах вместе, где может быть реализовано творчество студентов, которые у нас действительно замечательные актеры и прекрасно могут презентовать материал. Там, где будет использована наша работа с нейросетью. Идея совместить технические возможности и творчество студентов появилась несколько лет назад. Проект предоставил возможность переместить человека из реального в виртуальный мир с помощью технологий. Также в постановке представлена живая музыка и экранная инсталляция. Мы как бы студенты, которые требуют вот этого вот цифрового потребления, когда мы вот устали, может быть, а может быть нам хочется новых каких-то форматов, когда мы потребляем где-то сидя в социальных сетях, через смартфоны. А здесь мы понимаем, что у нас сразу три формата. Это и мультимедиа, это и документальное кино, это что-то визуальное, то, что происходит на сцене. Медиа-перформанс – это спектакль, где предоставили зону для отдыха. А также это место, где человек может окунуться в информационную среду и полностью погрузиться в историю. Дни спектакля в галерее – это просветительская и культурная платформа, открывающая понятие и явление перформанс. Мы решили показать его таким, какой он был, и то, как он жил здесь и сейчас. И это играет, наверное, очень важную роль, потому что люди, которые живут в Казани, зачастую и не знают об этом человеке, который прославился на весь мир своим творчеством. Постановка реализована студентами и преподавателями Высшей школы журналистики Казанского федерального университета при участии Казанского художественного училища имени Фешина и Казанского театрального училища. Диана Калимульна, Адалина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Нежелание матери воспитывать своего ребенка – одна из актуальных проблем общества. 27 марта состоялся спектакль, который раскрыл тему материнства. Все подробности в сюжете Дианы Калимулиной. 27 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась премьера спектакля молодежного театра «Песни Мизгель» «Эннлер Хэмбебелер», что в переводе означает «Мама и дети». Театр «Песни Мизгель» является постоянным участником студенческих фестивалей. Солисты заслуженно завоевали симпатии слушателей, а коллектив театра «Песни Мизгель» был удостоен награды за поддержание национальных традиций. Так как в ФМК, вы уже сами знаете, больше девочек, выбор был такой, сразу, скажем так, легкий. Ну, я очень рад, что мы затронули эту тему, потому что мы воспитываем педагогов, которые станут потом матерями, и не только матерями, они уже педагоги, они как мамы целым классом. Деятельность молодежного театра «Мизгель» направлена на духовное и нравственно-эстетическое воспитание будущего поколения. Исключением не стала и эта постановка. События происходят в родильном доме. Спектакль поднимает актуальные проблемы сегодняшнего общества. Одна из них – нежелание матери воспитывать своего ребенка. Вот эту тему с большим мастерством и раскрыли артисты. Мысли и раздумья женщины во время спектакля, которые не может иметь детей, заставляют задуматься. За более чем 20-летнюю историю существования у театра песни «Мизгель» сформировался свой индивидуальный стиль. Диана Калимульна, Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Эльвина Габрахманова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok